Итак, мы начинаем. Провокация безнаказанной не останется. По факту подготовки терактов в Крыму возбуждены уголовные дела. Их детали не разглашаются. Количество задержанных, по словам источников правоохранительных органов, также является тайной следствия. Между тем, появились подробности подготовки атак. На допросе задержанные рассказали, что сотрудничали с главным управлением разведки Минобороны Украины. Там и прошли спецподготовку. Их научили, как устанавливать мины, взрывать здания и людей. Было несколько групп, которых направили в Россию на полуостров. И вот одна из главных целей – посеять панику среди туристов в Крыму. Диверсанты должны были организовать в разных районах серию небольших по мощности взрывов, которые якобы не должны были привести к гибели людей, а вызвать хаос и в конечном счете убить туризм. Подготовленные спецслужбами Украины диверсанты несли с собой целый арсенал боеприпасов. Стрелковое оружие, гранаты, противопехотные магнитные мины и два десятка самодельных бомб. Общая мощность, по оценкам специалистов ФСБ, больше 40 килограммов в тротиловом эквиваленте. Террористы также планировали подорвать трассу Симферополь-Ялта во время передвижения кортежей руководства республики и федеральных властей. Боевиков обнаружили десантники. Завязалась перестрелка, в которой обе стороны понесли потери. Погиб один из десантников, которому пуля попала в шею, и сотрудник ФСБ. В среде задержанных один из организаторов подготовки терактов. Это Евгений Панов, родом он из Запорожской области. Во время киевского Евромайдана он руководил местной самообороной. А с весны 2014 года воевал на востоке Украины. Перед тем, как отправиться в Крым, он сообщил родственникам, что едет отдыхать за город на все выходные. К тому же на работе взял дополнительный выходной. Все мобильные телефоны тут же выключил. Президент России Владимир Путин, комментируя сообщение ФСБ, обвинил украинские власти в переходе к террору вместо решения конфликтных вопросов за столом переговоров. Он назвал попытки осуществить теракты в Крыму глупой и бессмысленной акцией. Глава государства также отметил, что встреча в нормандском формате в Китае пока не имеет смысла и призвал Вашингтон оказать влияние на Киев. В Госдепартаменте США тут же отмежевались от киевских властей, призвали журналистов задавать вопросы по этому поводу украинским чиновникам. В общем, мы видели сообщение, но мы Вас направим к правительству Украины. Обращу Ваше внимание, что мы сами тесно с ними общаемся по этому вопросу. Мы всегда считаем, что в переговорах смысл есть. Вы же знаете, что мы поддержали Минские соглашения. Я не слышала речи Путина, поэтому не могу ее прокомментировать. Но что точно, нам действительно нужен диалог. Ну а по поводу нападения на Крым, это к властям Украины. Власти Крыма призвали исключить Украину из ООН и ОБСЕ. Киев, в свою очередь, все обвинения опровергает и планирует прикрываться совбезом ООН. Но Украине сейчас просчитывают все варианты и решают, выгодно им или нет созывать Совет Безопасности.